всем привет сегодня интересное необычное видео для тех кто хочет посмотреть как я веду свои заказы у меня заканчивается планер планер я веду конечно же в качестве только по заказам потому что на остальное мне времени не хватает у меня здесь в основном листы с заказами сейчас я вам немножко покажу как я именно записываю свои заказы как я в общем-то все это дело храню потому что все ваши заказики у меня хранятся в разных вот таких папочках в разных планерах можно так сказать ну и так как моя обложечка которую есть сейчас вот виду она у меня уже переполнена ее неудобно ну вот она буквально буквально все это дело расходится и мне стало неудобно поэтому я решила сделать собственно обложку для себя просто хочу вам тоже показать немножечко процесс создания обложки обложку для себя буду делать простую конечно же и отличие конечно большое от тех планеров которые я делаю на заказ с разными интересными страницами у меня обложка идет на два кольца я сейчас вам покажу почему вот мне так удобнее на два кольца ну и собственно не нужны мне здесь какие-то сильно красивые большие это много карманов мне они здесь вообще можно сказать не нужны поэтому буду делать простой планер простую обложку вот ну что ж немножечко вам покажу вот таким образом я я конечно не буду ничего открывать чтобы здесь меня здесь много записей это конечно конфиденциальная информация со всякими адресами ценами и прочее да это мой архив это то как я веду свои заказы но у меня здесь вы можете наблюдать что у меня распечатаны на этих заказах еще и фотографии с блокнотами мне лично так удобно потому что в любой момент могу поднять ваш заказ и посмотреть какой я планер делала для вас все в голове уместить просто невозможно а здесь сразу можно будет увидеть какой блокнот или какие блокноты я делала именно для вас ну и сами конечно листочки сейчас я покажу как выглядят листы не пугайтесь у меня конечно потрепанный жизнью блокнот но мне так удобно я нашла когда-то в интернете в свободном доступе вот такие странички в принципе они для меня удобно я их привыкла вести здесь у меня идет информация о заказе как правило я здесь пишу там планеры или что мы там делаем для вас да например обложка или планер такой-то формат и прочее здесь заказчик телефоны почтовые адреса как правило почтовый адрес я здесь не указываю позже когда я делаю отправку у меня уже появляется бумага да по которой я отправляла там с треком с прочим и вот эту бумажечку я также храню здесь поэтому здесь если я адрес не пишу если у меня остается корешок от рукописного текста с адресом потому что отправкой у меня занимается муж я не бегаю на почту у меня это делает муж слава богу он мне помогает если бы я еще и на почту бегала ну в общем то нам так удобнее нам удобнее поэтому я ему пишу от руки адрес полностью если у меня вот такой плачок бумажки остается я его также прикрепляю сюда вот также дальше у меня идет здесь до краткий расчет себестоимости я этого не делаю у меня как правило все более-менее стандартный и по ценам и по в общем я расчеты такие не виду здесь я как правило рисую тот блокнот который мы для вас делаем я его буквально рисую от руки я я могу вам показать конечно но мне кажется ничего особенного здесь нет я рисую допустим схематично обложка какой у меня здесь хлястик узкий или широкий буквально делаем надпись какую-то или не делаем делаю стрелочку пишу какой какую надпись мы там делаем полностью указываю хлястик дальше я рисую вот такой вот разворотик буквально схематично не пугаемся рисовать я не сильно умею и рисую здесь например какие мы делаем карманы например кармашек уголок на котором допустим три кармашка подписываю себе что меня здесь три кармана здесь карман уголок и допустим с этой стороны у меня два вертикальных кармана один из которых разделен под размер карточки например вот буквально таким образом рисую рисую кольцевой механизм подписываю обязательно золото это или серебро здесь я также указываю также указываю какие страницы какой кожи зам из чего мы делаем полностью какие страницы нужны какие-то пояснения которые вы мне даете что вам хотелось бы что не хотелось буквально все делаем ли мы здесь петелечку для ручки либо ее не делаем делаем ли мы здесь вот такой вот схематично нарисованный мною нарисованный мною кисточка делаем мы или не делаем тоже все здесь указываю вот такой вот нехитрый мне рисунок далеко не живописный ну в общем то это и не важно дальше что я делаю после того как мне приходит оплата работаю я на заказ именно по стопроцентной предоплате тоже могу пояснить почему я так делаю если кому-то интересно в общем то не раз случались такие такие моменты когда меня просят например купили один блокнот и 2 просят сделать но платят после такого то числа я один раз буквально на такое как бы повелась я сделала блокнот по итогу мне сказали ой какие-то там форс-мажорные обстоятельства грубо говоря да что это там не срастается в итоге эта работа остается у меня но мне не интересно так работать потому что я ответственный человек и если я беру работу в такого то числа я обязательно оговариваю сроки как правило сейчас у меня сроки от двух до четырех недель иногда я делаю меньше но если я вам сказала от одной недели до двух то вот эта крайняя цифра до двух означает что после двух недель я задерживать точно не могу поэтому сделать раньше я могу даже до одной недели я могу сделать вам уже скинуть готовые до фотографии но вот позже точно никогда не опоздаю это просто у меня такая вот такое отношение к делу потому что я считаю что так поступать нельзя если мы уж сказали там сроки да буквально какие то обязательно вынь да положь в этот срок надо укладываться вот по поводу того что я беру в стопроцентную предоплату я просто понимаю что если вы сейчас они оплатите мне или оплатите половину что такое тоже было один раз то я потом эту вашу оставшуюся половину свои то сроки и укладываюсь а вы конечно можете немножечко задерживать либо там месяц допустим у меня такое было что я просто меня блокнот лежит у меня все лежит это половина оплаты у меня лежит я и отправить вам не могу потому что вы мне не доплатили и собственно и у меня это все занимает место я так не люблю я люблю сделать заказ все согласовать фотографии скинуть вам и уже отправлять сразу же буквально на следующий день я делаю отправку у меня нету какого-то одного дня в неделю в которой мы делаем отправку как правило эта отправка всегда на следующий день максимум на второй день тоже из-за каких-то там буквально обстоятельств там не было времени или там что-то случилось с отправками я имею ввиду программа не работает в том же сдайки или там еще что-нибудь неважно вот поэтому я не люблю не задерживать вас и не хочу чтобы вы задерживали меня я надеюсь это просто понятно это элементарные вещи ну и конечно же беру я стопроцентную оплату зная что я полностью выполню ваши пожелания полностью все мы оговариваем до оплаты никакие дополнения вернее не то чтобы дополнения изменения вносить уже после того как вы оплатите мне заказ тоже я считаю неправильно ну и конечно же я полностью уверена в своей работе я все-таки делаю блокноты больше пяти лет и если мы с вами уже обговорили полностью кожзам страницы расположение все-все-все будьте уверены что блокнот будет именно таким который мы с вами обсудили я прошу скидывать вас фотографии чтобы наглядно вам было понятно их мне тоже чтобы никакие там нюансы форс-мажоры не вылезли поэтому порой я пару раз переспрашиваю даже буквально вы мне написали где-то в самом начале там цвет кожзам или еще что-то я в конце могу переспросить это не потому что я там забыла что мы с вами обсуждали это я просто вам напоминаю что вы точно определились чтобы не было никаких позже уже изменений например ой а я вот думала вот так или там еще что то но бывает человеческий фактор поэтому после полного обговаривания всех моментов и тонкости именно вашего заказа после этого я уже скидываю вам реквизиты для оплаты но уже после оплаты я заполняю вот такой вот листочек который я сейчас вам показываю именно после оплаты потому что бывает такое что ну потерялись вы на 3 дня на 4 на неделю зачем я буду для вас держать вот этот листок и думать у меня будет этот заказ мне на оставлять этот кожзам допустим который у меня есть в наличии либо он у меня пойдет на другой заказ и так далее то есть не мне не вам это не нужно заказ я беру оформляю у себя вот здесь блокноте буквально полностью после вашей оплаты поэтому я тоже понимаю что могло делать дойти до оплаты все 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 и потом что-то случится как бы тоже ничего страшного если я еще не приступила к работе а я не приступаю к работе после просто обсуждение только после полной оплаты так вот когда оплата происходит я заполняю листок пишу здесь заказ здесь я пишу число допустим какое там число допустим 25 ноября 21 год год кстати пишу специально потому что я потом в архивах тоже они у меня лежат чтобы не путаться в каком году я чего делала срок я здесь пишу например если я вам сказала что сроки у двух до четырех недель я записываю следующим образом и открываю свой календарик смотрю 25 число и понимаю что две недели наступает 9 декабря и через стирай пишу 23 декабря и тогда я понимаю что вот в этом промежутке я обязуюсь вам выполнить заказ либо до этого числа здесь я ничего не пишу выполнено здесь мы указываем сумму заказа здесь я пишу что предоплата у нас сто процентов на всякий случай пишу ну повторюсь что у меня последнее время не бывает такой вот какой-то не оплаты или маленькой оплаты до исключением может быть только если вы в процессе вот заказа блокнота например вы уже оплатили блокнот но решили добавить туда обложку на паспорт и я понимаю что это небольшая вещь и в принципе я ее могу сделать еще до вашей оплаты вот до того как вы иду кинете мне эти денежки да именно за обложку на паспорт но в любом случае я люблю стопроцентную оплату потому что я вам гарантирую то что все будет сделано так как мы с вами обсудили в остаточек пишу 0 все здесь я уже ничего не пишу такая такие графы которые я не заполняю хотя вот здесь можно написать и отправлено какого числа но для этого у нас опять же есть бумага после отправки там почта или с деком строк номером там уже и число написано и буквально все остальное ну так вот немножко вам рассказала как я веду свой блокнот заказами и теперь хочу вам показать вот смотрите я сейчас покажу я повторюсь что это у меня старая обложка она сделана ну так себе потому что она сделана давно у меня даже хлястик здесь еще тоненький я кстати самом начале делала хлястики просто два кусочка кожзамы склеенные между собой без бумаги в внутри он такой вот мягкий в какой-то степени это даже удобно ну вот в общем не очень презентабельно смотрятся особенно смотрите вот у меня здесь кожзам на тканевой основе и вот это все дело махрится вот но тем не менее тоже таких хлястики раньше делала специально закрыла здесь всякие адреса и прочее хочу вам показать как я распечатываю фотографии к вашим заказам которые я храню у себя здесь в блокноте я печатаю на формате 10 на 15 и сама фотография у меня здесь выглядит вот 4 фотографии на одном вот таком вот листочки мне нужно ставить основные какие-то моменты какие-то кармашки какие у меня были что тут в основном было в целом я это делаю просто для себя ну и иногда и конечно подсматриваю вдруг какие-то вопросы возникают я быстренько нахожу ваш заказ и смотрю какой планер бы для вас делали в в общем то таким образом я печатаю все 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 вот у меня здесь все заказы которые были да вот они все у меня здесь все 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 фотографии я печатаю в общем то так пошло с самого начала мне было приятно распечатывать но потом я понимаю что мне это нужно в том числе для того чтобы если какие-то вопросы возникали быстренько все найти и сразу освежить у себя в памяти какой блокнот я делала ну и вот такая обложечка у меня получилось очень красивая сиреневая такая яркая с синим хлястиком глянцевым тоже у меня здесь на кольцевой механизм на два кольца и вот такая обложечка здесь такие же кармашки у меня простые бумажные собственно здесь я если и храню то что-то небольшое и в целом даже если они мне порвутся меня это не напрягает в общем то блокнот у меня рабочие я сильно его не берегу вот как есть так и заполняю виду кидаю куда надо и в общем делаю ваши красивые блокноты ну и внутри конечно же я добавила вот эти вот странички с заказами потом уже по ходу заполнения конечно мне здесь и фотографии будут и в общем то всякие разные бумаги поэтому я не стала добавлять много листочков я их допечатываю в процессе что-то мне заканчивается и их допечатываю быстро добавляю ну а на этом у меня все всем спасибо за просмотр и всем пока пока у меня все всем спасибо за просмотр и всем пока